День каждого ребенка начинается с дороги в школу или детский сад. В пятницу утром госавтоинспекторы проверяли, безопасен ли для маленьких пассажиров этот путь. Сегодня, 24 мая, проходит специализированное мероприятие на улице Нефедова по выявлению водителей, перевозящих детей вне детских удерживающих устройств. Данное мероприятие направлено на то, чтобы очередной раз напомнить водителям, как нужно переводить детей, что нужно для этого делать и какая ответственность за данные нарушения им грозит. По правилам, детей можно перевозить на заднем сидении только в детском удерживающем устройстве до 7 лет, на переднем сидении – до 12. Как показал рейд, нередко родители этими правилами пренебрегают по разным причинам. Дети спереди до 12 лет должны быть пристегнуты к детским удерживающим устройствам. Но она уже у нее попа не помещается в детское удерживающее устройство. Как это не помещается? Вот так это. Но у нас детское удерживающее устройство бывает разное. Бывает разных размеров. Конструктивно они… Кто-то придумал знак «Ш» через год отменил. Нет, тут о знаке «Ш» вообще разговора никакого не идет на данный момент. Ну что, в салоне лежит инструмент, поэтому мне удобнее было ребенка посадить вперед. Вы понимаете, что это небезопасно? Я понимаю, все прекрасно. Давайте выписывайтесь на протокол, а я поехал. За данное нарушение вам будет штраф? За какое? За то, что ребенок во время движения вне детского удерживающего устройства был. Вы понимаете суть нарушения? Она в кресле сидела, там воздушку. Нет, когда вы проезжали вот по этой улице Нефедова, она у вас бегала по салону, перемещалась по салону. То есть вы должны понимать, что это небезопасно. Штраф за данное нарушение составляет 3000 рублей. Дополнительное наказание – потраченное на оформление протокола время и нервные клетки. Но цель инспекторов не наказать, а убедить, чтобы впредь безопасность малышей была на первом месте. Именно поэтому к участию в профилактической акции в роли волонтеров привлекли членов городского родительского комитета. Равный доносит равному. То есть инспектор остановил, может быть, оштрафовал, выписал какие-то правонарушения. А мы как родители хотим донести до родителей, что дети все-таки – это наше будущее, их нужно сохранить. Это не то, что мы должны бояться заплатить штраф. Мы должны бояться за здоровье своих детей, за их жизнь и будущее наше. Всего в ходе рейда выявили четыре нарушения. Удалось ли повлиять на мировоззрение родителей – неизвестно. Но хочется в это верить.